В Новоуральске это не в первый раз, когда жильцов переселяют из старых аварийных домов в новое комфортабельное жилье. Чтобы избежать недоразумений и других задержек, сотрудники администрации округа задолго до переезда проводят информационные встречи, на которых рассказывают, как будет проходить подготовка к переселению и какие документы необходимо будет подготовить. Первая встреча прошла с жителями 29-го и 31-го дома по улице Ленина. Решение о расселении ваших домов было принято еще в 2015 году. Решение до вас не доводилось, потому что необходимо было изыскать средства на строительство домов. Строительство домов – дело недешевое, да, и без помощи области, городу одному в этом вопрос не справиться. У собравшихся было очень много вопросов. Зачем нужно это переселение, как будет проходить выбор новых квартир и другие. К сожалению, не все вопросы были конструктивными. Кто-то пришел на встречу далеко не за ответами. Если говорить об информативной составляющей встречи, то будущим жильцам новых домов пояснили, что предоставляемая площадь в новых квартирах будет не меньше, чем была раньше, а зачастую на несколько квадратных метров даже больше. Есть некоторые расхождения по жилой площади и общей. Согласно действующим нормам строительства, по которым проводилась планировка квартир, коридор может быть немного больше комнаты. Но ведь и здесь есть плюс. Шкаф, например, можно будет вынести из спальни. Новые дома, которые появятся на улице Садовая, внешне будут похожи на не так давно заселенный дом по улице Фрунзе. Но только внешне. Строящиеся дома будут пятиэтажные и двухподъездные. Дом, который по Фрунзе вам не нравится, там коридорная система. Здесь дома будут с отдельной лестничной клеткой. Высота потолков 2700, 2 метра 70 сантиметров. Дом со скатной кровлей. Фасад будет из керамогранита, как и по Фрунзе 2 дом. На этом собрании некоторые жители переселяемых домов говорили о том, что дома не являются аварийными. В них можно жить и что они простоят еще десятилетия. Это жилье построено в 40-х годах прошлого века. А в соответствии с современными нормами дома, при строительстве которых были использованы такие материалы, как бревна и брус, могут использоваться только 50 лет. И по заключению специалистов, обслуживающие организации дома по улице Ленина находятся в аварийном состоянии. Текущие осмотры домов показывают, что уже идет выпирание деревянных конструкций, разрушение фундамента, отвратительное состояние кровли. Поймите, сам факт того, что срок эксплуатации деревянных домов 50 лет. Этим домам уже 70 лет. У жильцов переселяемых домов к середине следующего года, когда будет оформление документов, должен быть непросроченный паспорт. Подростки старше 14 лет должны обязательно получить этот документ. В порядке должны быть и документы, дающие право собственности или найма жилья. В доме 31 в частности сейчас есть коммунальные квартиры. И если это члены одной семьи, но просто расписанные документы, то вам сейчас следует подумать, стоит вам на этой стадии объединять или нет. По итогам первой встречи с жильцами 29 и 31 дома по улице Ленина видно, что большая часть жильцов за переселение в новые дома. Из стенки в трещины огромные, прямо в два-три пальца, сыпятся потолки, очень старые трубы, очень старая электропроводка и газ. Опасный для деревянных домов газ. Потому что у нас даже газа нет. Нам даже газ не возят уже. Мы сделали капремонт, нас все устраивает. Единственное неудобство близко дорога, но мы уже привыкли, 20 лет живем. На следующий день там же в Малом зале администрации прошла встреча с жильцами домов 32 и 36. Встреча прошла в более конструктивном диалоге. Было много вопросов, что называется по делу. В частности, собравшихся интересовало, что будет с уплаченными взносами фонд содействия капитальному ремонту, которые жильцы переселяемых домов регулярно платили. Отметим, законодатель на три года освобождает жильцов новых домов от уплаты взносов на капремонт. Но что будет с собранными средствами? По решению собственников мы с вами еще будем проводить одно собрание. Собранные взносы по вашему решению или будут вам возвращены, или направлены в том числе на снос дома. Многие жильцы заселились в эти дома практически сразу после их строительства. Так, ветеран городской системы здравоохранения Генриета Ильинишна Сидорова большую часть своей жизни прожила в доме, который сейчас расселяют. А я приехала в 46-м. Это был первый дом в городе. И живу в той же квартире все годы. Уже заменили трубы воды, поставили счетчики, заменили раковину, осталось только ванна не заменена. Жители этих домов, конечно, переживают, что придется уезжать с привычного и для кого-то родного района. Но они понимают, что это необходимая мера. За переселение. 35 лет жил. В каком состоянии сейчас находится дом? В развалюхе. В общем-то меня все устраивает. Я там сделал ремонт в квартире. Поэтому меня, в общем-то, устраивает. Но раз будут переселять, то будут. Я не против. Живу с 2004 года. Конечно, я за. В новом доме будут стоять электроплиты. Ввиду того, что в городе открытая система теплоснабжения, в строящемся жилье будут установлены специальные бойлеры для нагрева воды. Горячая вода в кране будет круглогодично. Летом не придется ждать, пока пробежит холодная вода из горячего крана. Часть жителей, особенно старшего возраста, переживает, что рядом с новыми будущими домами отсутствуют магазины за продуктами. И всем необходимым придется далеко идти. Но, между тем, это не так. Ближайший магазин, что называется шаговой доступности, находится на расстоянии 45 метров. За продуктами и всем прочим не придется далеко идти. А еще придомовая территория возле новых домов будет благоустроена. Установят детскую площадку, посадят деревья и кустарники. Появится парковка на 100 машиномест. Комфортно будет и старшему поколению, и молодежи. Сдача новых домов планируется на конец 2018 года. До этого момента все документы должны быть готовы. Жители переезжать будут все вместе. Планируется, что представителям старшего поколения в упаковке вещей и переезде помогут волонтеры. И соседи из переселяемых домов все вместе встретят новоселье. Ну а по всем возникшим вопросам обращаться можно в администрацию города по телефону 709-53. Никита Евсеев, Дмитрий Орлов, Николай Ларионов. Объектив. Итоги.